Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. До конца года в Самаре может появиться новое творческое пространство. В центре города завершается реставрация дома купца Маштакова. В Самаре проводят прием граждан в рамках проекта «Мой дом». С какими вопросами обращаются жители к специалистам. Они творят добро и никогда не остаются в стороне. В областном центре стартовала 15-я областная общественная акция «Благородство». Легенда, которая материализуется. В Самаре планируют открыть музей в доме 84 по улице Чкалова, где произошло знаменитое стояние Зои. Облагородит и пространство вокруг. Когда это произойдет, обсудили на совещании в мэрии под руководством главы Самары Елены Лапушкиной и депутата Госдумы Российской Федерации Александра Хинштейна. Подробности далее. Совсем скоро одним культурным пространством в Самаре станет больше. В городе появятся музей истории и стояния Зои и культурно-просветительский центр. Детали обсудили на совещании в мэрии под руководством главы Самары Елены Лапушкиной и депутата Госдумы Российской Федерации Александра Хинштейна. Доподлинно неизвестно, было ли это на самом деле, но по легенде в доме 84 по улице Чкалова во время вечеринки девушке по имени Зои не хватило кавалера для танцев. Она взяла в руки икону Николая Чудотворца и стала с ней танцевать. Окаменела и простояла несколько дней. Было это в 1956 году, когда шел юбилейный съезд ЦК КПСС. Историю быстро замяли. Документы до сих пор хранятся под грифом секретно. Девушка исчезла, а вместе с ней и половица из дома, к которому она якобы приросла. Дом этот сейчас находится в ветхом состоянии, но его надеются сохранить, чтобы создать в нем музей. С высокой вероятностью могу предположить, что к середине следующего, 23-го года, мы закончим всю эту сложную и долгую формальную историю. Наша задача с тем, чтобы дом, где проходило стояние Зои, был передан под размещение культурно-просветительского музейного центра вместе с прилегающей территорией. И я абсолютно уверен, что это станет еще одним местом притяжения и местом сил. Легенда, а может быть и не легенда, а может быть и быль, поскольку появляются новые документальные источники, известно далеко за пределами Самары. Я считаю, что подобного рода истории, конечно же, нуждаются в их максимальной популяризации. После оформления документа в 84-й дом по улице Чкаловой, прилегающую к нему землю, передадут Самарской епархии, которой и предстоит создать там новый центр притяжения. Будет музей, в котором я предполагаю, что использую современные технологии, интерактивные будут какие-то части, чтобы человек, который пришел туда, мог окунуться в эту атмосферу. Атмосферу не 50-х годов, скажем, Советский Союз и так далее, а атмосферу медсобытий, которые там произошли. Потому что точка притяжения вообще всех вот этих наших действий – это состояние Зои. Территорию вокруг музея и культурно-просветительского центра облагородят. Она будет просматриваться с улицы, вместо заборов – газоны и лужайки. И, возможно, когда-нибудь самарцы доподлинно узнают, что же произошло на самом деле в 84-м доме по улице Чкалова зимой 1956 года. Виктория Шарой, Константин Головин, События. Арт-пространство «Заварка» скоро откроется в Самаре. Оно разместится в доме купца Мыштакова. Там сейчас ведется реставрация. Работа находится на завершающей стадии. На объекте побывал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Подробности в нашем сюжете. Остается совсем немного времени до того, как в историческом центре Самары появится новое творческое пространство. В столице губернии продолжается реставрация дома купца Мыштакова, расположенного на улице Самарской. Работа уже находится на завершающей стадии. Заканчивается отделка, идет монтаж инсталляционного оборудования. По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, который побывал на объекте, специалисты работают очень быстро. Вы знаете, я не был на объекте, наверное, несколько недель, почти месяц. И, честно говоря, то, что я сейчас наблюдаю, ну, это небо и земля. Уже невозможно вспомнить и даже вообразить, что здесь было ровно год тому назад. До конца текущего года, уже в декабре, торжественно дом Мыштакова будет сдан. Как и было ранее предусмотрено, здесь разместится музей-галерея «Заварка», где станут завариваться новые творческие и креативные идеи. Напомним, реставрация дома купца Мыштакова стартовала в начале прошлого года. Общая стоимость проекта составляет порядка 60 миллионов рублей. Большую помощь оказал президентский фонд культурных инициатив. Оттуда поступил грант в 19,5 миллионов рублей на создание музея. Остальные средства выделили из бюджетов города и области. На первом этаже постройки распахнет в свои двери арт купеческая чайная. Второй этаж отведут под музей и многофункциональное выставочное пространство. Проект реставрации объекта разработал известный архитектор Дмитрий Храмов. Он предложил идею не только сохранить элементы старины внутри дома, но и совместить их с современными техническими решениями. Гости смогут оценить говорящие печки с секретами, посмотреть на замороженную стену с артефактами самарской истории. Особый предмет гордости – мебель. Мебель, конечно, уже готова. Она ждет в свою часть. Уже все мебельщики ругаются, когда мы сюда привезем. Потому что там вся мебель стоит из досок, из брусьев, из которых был дом и которые не пошли сейчас в дальнейшую реставрацию. А вот то, что не пригодилось для реставрации, мы уже использовали как материал для мебели. После завершения реставрации дом Маштакова предполагается передать на баланс города, что музейное пространство внутри него функционировало как муниципальное учреждение. Александр Кочетов, Максим Гусев, События. В Самаре идет разработка стартового котлована для новой станции метро. Работы на Галактионовской ведутся с опережением графика. Максимальная глубина котлована, где в дальнейшем предстоит смонтировать тоннели-проходческий комплекс, должна составить 21 метр. Сейчас рабочие не докопали только 50 сантиметров до основания. Это сделано для того, чтобы провести подготовку к бетонированию ложа. Рабочие монтируют металлические пояса, которые станут каркасом котлована, удержат сваи, ограждающие конструкции в неподвижном состоянии. В стадии крепления последний третий пояс. Позже котлован передадут под монтаж тоннеля проходческого механизированного комплекса. В дальнейшем щит начнет проходку к станции Алавинская. На стройке трудятся около 150 человек. А когда начнутся основные работы, количество строителей увеличится втрое. Во время проведения подземной проходки за состоянием близлежащих зданий будут следить. Автоматизированные комплексы снимают до полутора тысяч показаний в сутки. Сейчас они работают на зданиях в районе строительства по Галактионовской, в том числе на здании Самарского академического театра оперы и балета. Датчики показывают, что все в норме. Специалисты подчеркивают, что ни одно масштабное строительство не обходится без неудобств. Но они временны. Станции театральные свяжут удаленные районы Самары, в том числе Безымянку и Юнгородок, с исторической частью города. Весь путь в подземке будет занимать 20-25 минут, а поезда будут ходить каждые 7-8 минут. Комфортная городская среда очень важна для каждого человека. Несомненно, в комфортную городскую среду входит и так понимание транспортной логистики. Поэтому, я думаю, многие со мной согласятся, что строительство метро в нашем городе очень важно. Для детей, для взрослых и вообще для транспортной именно доступности любого места нашего городского округа Самара. И, конечно, любое строительство, вспомним просто ремонт в доме на своей площади жилой, есть какие-то определенные временные неудобства, но зато потом красота и комфорт. Точно так же есть временные неудобства, и власть о них знает, идет навстречу всем жителям и делает все возможное. И законодательно мы закрепляем эти лучшие условия, чтобы пережить этот временный промежуток времени. Как самому не попасть в ловушку и уберечь детей от возможного знакомства с запрещенными веществами? В мэрии Самары состоялось заседание антинаркотической комиссии, которое провела глава города Елена Лапушкина. Представители прокуратуры, полиции, руководители учреждений здравоохранения и образования рассмотрели несколько вопросов. В их числе работа с несовершеннолетними по профилактике незаконного потребления и сбыта наркотических средств. Подробности в репортаже наших корреспондентов. Только за 9 месяцев этого года в городские больницы с отравлением психотропными веществами поступили 164 человека. И хотя это на 55 меньше, чем за аналогичный период прошлого года, расслабляться не время, считает в управлении по контролю за оборотом наркотиков. В 2022 году на территорию городского округа Самара было зарегистрировано 2065 преступлений, связанных со сбытом, употреблением и хранением наркотических средств. Наибольшую активность фиксировали в Кировском и Советском районах, в то время как в Самарском, Куйбышевском и Железнодорожном отметили снижение подобных инцидентов. Для того, чтобы работа по выявлению лиц, торгующих запрещенными веществами, шла эффективнее, необходимо наладить коммуникацию с жителями города не только очно, но и в онлайн формате. У меня дом, также есть чат ТСЖ. В нем от председателя ТСЖ моего информации не поступало. А мы хотим добиться того, чтобы именно до граждан через них доводили. Когда сотрудникам полиции необходимо получить информацию о жильцах, что есть подозрение, что там проживают граждане, причастные к незаконным оборотам наркотиков, также через данный чат быстро находятся активисты данного дома, которые помогают. Общение с гражданами через мессенджеры и социальные сети уже показало свою эффективность. Во-первых, информация мгновенно передается правоохранителям, а во-вторых, люди, знающие свой район, быстрее могут сообщить о подозрительных соседях, которые могут быть сбытчиками психотропных веществ. Главам районов по поручению мыра Самары Елены Лапушкиной поручено активизировать работу в социальных сетях, поставить в известность представителей ТСЖ, ЖСК и управляющих компаний о необходимости создания чатов домов и подъездов, если таковые еще не созданы. Немножко надо пересмотреть работу, те чаты, что у вас созданы замечательные, только теперь надо информацию доводить уже через домовые чаты до активистов, чтобы они могли в общем чате предоставлять нормальную проверенную информацию. Впрочем, информацию, по мнению правоохранителей, можно предоставлять любую, особенно если возникают подозрения. По каждому сигналу будут проведены соответствующие проверки. Более того, необходимо постоянно вести работу с несовершеннолетними по профилактике незаконного употребления и сбыта наркотических средств. Выявление, пресечение, наказание, профилактика, агрессивная реклама, в том числе, которую мы стали сводить на нет, работа со школьниками, и главным администрацией, и руководителем местных общественных организаций, и отделом полиции, и управляющим компаниям. Нужно над этим работать. На сегодняшний день во всех учебных заведениях областного центра проводятся психологические тестирования детей и подростков на предмет выявления группы риска, регулярные совместные беседы с родителями и учениками, а также всевозможные тематические конкурсы. К примеру, сегодня в администрации города подвели итоги конкурсов рисунков и художественных работ «Самара без наркотиков» и «Дети Самары за жизнь без наркотиков». Победителям глава города Елена Лапушкина вручила памятные дипломы. Ольга Павлова, Константин Головин. События. Самарцам продолжают рассказывать о том, какие возможности дает использование информационной системы ГИС ЖКХ. Консультации проводят сотрудники многофункционального центра в рамках проекта «Мой дом». Одно из таких обучающих мероприятий состоялось в промышленном районе. Подробности в нашем сюжете. Освободиться от очередей, оплатить коммунальные услуги в срок и не выходя из дома. Жители 114-го дома по Старозагоре пришли на выездную консультацию к сотруднику многофункционального центра в рамках проекта «Мой дом». Специалист приехал, чтобы помочь жителям оформить личный кабинет на госуслугах. Для удобства можно отследить налоги на госуслугах в своем личном кабинете, можно к врачу записаться, можно справки какие-то из пенсионного фонда заказать, чтобы не ждать, не стоять опять же в очереди в МФЦ или в пенсионный фонд. Там очень всего много. Можно машину на учет поставить. Кому что, у кого какая заинтересованность, обязательно там что-то найдет для себя. Выездные консультации сотрудники МФЦ проводят во всех районах города. Таким образом, проблемы жителей решают также в кратчайшие сроки в результате эффективного взаимодействия администрации городского округа Самара и ее структурных подразделений для решения задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Специалисты МФЦ на территории районов в удобных пунктах для жителей близости непосредственно к дому помогают восстановить или заново открыть учетную запись на системе госуслуги «Решаем вместе». Что это дает? Система госуслуги – это огромная платформа, на которой жители могут получить как информацию, так и сами государственные и муниципальные услуги. А еще самарцам продолжают рассказывать о том, какие возможности дает использование информационной системы ГИС ЖКХ. Это оплата коммунальных услуг, отслеживание их исполнения, возможность проводить собрание жильцов, электронное голосование. В моем доме достаточно пользуются этим людей, потому что на данный момент мы проводим собрание ГИС ЖКХ. У нас в доме более 600 собственников, и из них 70% зарегистрированы на программе ГИС ЖКХ. В этой цифровой системе можно подавать показания счетчиков на воду, электроэнергию. Специалисты признают, ГИС ЖКХ позволяет каждый месяц сокращать долги по коммуналке в среднем на 5%. Проводит разъяснительную работу с жителями, управляющие МКД в рамках проекта «Мой дом». Жители практически получают это в рамках одного окна. Приходят, решают различные вопросы по эффективности управления МКД. Объясняем, как взаимодействовать ресурсно-жавшим организациям, с управляющими компаниями. На приеме можно написать обращение, поработать в ГИС ЖКХ, чтобы они эффективно могли управлять своим МКД. Подобные встречи и консультации специалистов МФЦ с жителями проходят в среднем раз в 6 недель. А каждый вторник и среду представители районной администрации, кто уже зарегистрировался на госуслугах, учат пользоваться программой ГИС ЖКХ. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, События. Для достижения новых творческих вершин в самарских детских музыкальных школах в этом году провели укомплектование новыми инструментами и учебными пособиями. Обновление материально-технической базы возможно благодаря реализации в городе национального проекта «Культура». Какие новые инструменты появились в школах имени Михаила Глинки и Дмитрия Шостаковича, расскажет Андрей Горгуленко. Дмитрий Коцарь – недавний лауреат международного конкурса молодых музыкантов имени Кабалевского. В свою возрастную категорию он занял в классе фортепиано третье место. К новым конкурсам будет готовиться на новом инструменте, который появился в музыкальной школе имени Глинки. Пока Дмитрий сыграл на нем лишь пару раз. На нем играл не очень много, но в течение месяца, наверное, максимум. Инструмент хороший, звук мягкий. Он будет даже получше, чем предыдущий. База детской музыкальной школы имени Глинки пополнилась сразу несколькими инструментами, в числе которых фортепиано, электрическая пианино, скрипка, виолончель, флейта и другие. Расширилась и методическая часть – новые учебные пособия, в том числе и в медиаформатах, что особенно нравится ученикам. Ведь не только слушая музыку мы духовно обогащаемся, но прежде всего, когда мы исполняем ее. И вот это исполнение их приближает, конечно, к замыслу композитора. Вот в этом и заключается духовное наследие и наша главная задача и миссия музыкальной школы. В детской музыкальной школе имени Шостаковича тоже много обновлений. Здесь появилась интерактивная доска, которая поможет проводить уроки с использованием различных медиаматериалов, экран в большом концертном зале, несколько ноутбуков. Внутреннюю библиотеку пополнили новые учебники и учебные материалы. Также в школе появились новые фортепиано, баян и аккордеон, духовые инструменты, например, гобои. Как отмечает директор, новые инструменты становятся дополнительной мотивацией, потому что на них играть будут лучшие ученики. Эти инструменты позволяют выйти на новый уровень участия в конкурсах, на очень серьезных конкурсах. У нас очень много детей танантливых, которые могут представлять школу далеко за ее пределами, на городском, региональном и даже международном уровне. Благодаря новому инструментарию мы имеем такую возможность. Все эти обновления стали возможны благодаря реализации национального проекта культуры, инициированного президентом России Владимиром Путиным. Главное – это, конечно, воспитание гармонично развитой личности с мировоззрением, мировоззрением, которое опирается и будет опираться на наши российские традиционные ценности. Поэтому значение национального проекта культура для меня лично и как для человека, и как для гражданина имеет очень большое значение. Нацпроект культуры реализуется в Самаре с 2019 года. За это время городские музыкальные школы получили более 330 музыкальных инструментов, почти 5000 методических пособий, свыше 1000 единиц оборудования. И все это увлекает молодое поколение и вдохновляет покорять новые творческие вершины. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События. Не иметь долгов за тепло и горячую воду и авансом оплатить потребление октября. Специалисты компании «Энергосбыт плюс» подвели итоги акции «Осенний марафон». Розыгрыш призов проводили среди ответственных потребителей, которых в этом сезоне набралось почти 12 тысяч. Подробнее об условиях акции и о других предложениях компании «Энергосбыт плюс» расскажем в сюжете. Заранее оплатить отопление и горячую воду и со спокойной душой войти в новый месяц. Принцип, которым жительница Самары Татьяна Рубцова руководствуется постоянно, внося средства за коммунальные услуги. Оплатив счет за октябрь авансом, Татьяна стала участницей акции «Осенний марафон» и получила стильный аксессуар. Такие мелочи приятные, я думаю, они для каждого приятны. Так что поэтому спасибо за заботу, молодцы, творчество. Пусть еще акцию встраивают, пусть другие выигрывают, получают. Акцию «Осенний марафон» компания «Энергосбыт плюс» проводит ежегодно, и каждый раз количество участников растет. Только в этом сезоне их около 12 тысяч. Условия простые. Нужно оплатить коммунальные услуги за сентябрь и внести авансовый платеж за октябрь именно в октябре. Мы призываем наших клиентов оплачивать свое время на текущее начисление, а также не допускать просроченную задолженность. Мы всегда заботимся о наших клиентах, готовим для них ценные и полезные призы. Сейчас у нас разыгрывались дождевики, а также зонтики. Впереди клиентов «Энергосбытовой» компании ждет еще множество предложений. Одно из них – акция в Новый год без долгов и с подарками. По ее условиям нужно погасить задолженность, если она есть, и оплатить декабрьское потребление до 31 декабря. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Герой нашего времени. В Самаре прошла областная акция благородства. О том, кто стал лауреатом в этом году и за какие заслуги, расскажет Александр Гусева. Они способны на стремительные и смелые поступки. Профессионалы своего дела или просто неравнодушные. Акция благородства способна отметить каждого, кто несет добро. Она проходит в Самаре с 1998 года и является одним из первых социально значимых проектов не только в губернии, но и в стране. Удостоено множество наград регионального и федерального уровней. За все время лауреатами акции стало около 900 человек. Акция за эти годы, конечно, изменилась и, знаете, в лучшую сторону. Потому что среди лауреатов акции в этом году очень много молодых людей. Самому младшему лауреату, их у нас двое, 11 лет, а самому старшему 85 лет. Акция благородства проходит в год сохранения культурного наследия народов России. Поэтому наряду с традиционными номинациями были введены новые, такие как корни – поощрение людей, занимающихся изучением родного края и развитием народного творчества. И память – поощрение людей, занимающихся поисковой деятельностью. Награды удостоились 50 человек. Одним из лауреатов премии стал Алексей Халитов. Много лет он посвятил работе в уголовно-исполнительной системе. Подполковник в отставке, член общественного совета при УХСИН России по Самарской области. Когда мне сообщили, что меня номинировали на лауреата, я сначала даже, мне немножко даже стало, может быть, стыдно. Ну, за что? Как? Ну, что ж. Коллеги оценили мою работу. Спасибо большое огромное за то, что вот так все получилось. Сегодня Алексей ведет активную волонтерскую патриотическую деятельность. Он – автор патриотического проекта «Победа» Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина. Активный и просто талантливый человек. После вручения награды Алексей спел песню, которая стала негласным гимном проекта «Победа». Зал поддержал аплодисментами. Такие акции выполняют важную общественную миссию. И это возможность выделить людей с большим сердцем, независимо от возраста и рода деятельности. Показать молодому поколению – пример человека, на которого действительно стоит равняться. Отметим, что лауреатами акции благородства становятся не только люди, но и организации. «Самара ГИС» становилась лауреатом общественной акции в 2018 году. Александра Гусева, Николай Епифанов. События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. 2 декабря в Самаре проведут распределение свободных мест в дошкольных образовательных учреждениях. Для успешного проведения указанной процедуры родителям рекомендуют проверить данные, указанные в заявлении. Информация о наличии свободных мест размещена на портале образовательных услуг. Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке, сообщает телеграм-канал городской администрации. Вести с Дворянской. С 1 декабря автобусы маршрутов номер 3 и 13 будут следовать по скорректированному расписанию. Это связано с тем, что с учетом обращений горожан перевозчик добавил еще две машины МАЗ на указанные маршруты. Напомним, что автобус номер 3 следует от остановки площади Революции в поселок Шмидта до остановки Речная. Автобус 13 от остановки Кубернский рынок в поселок Шмидта до Речной и обратно. Автобусы проследуют по своему обычному маршруту, но скорректированному расписанию. Ознакомиться с ним можно в телеграм-канале Департамента транспорта Самары. Телеграм-канал Ленинского района сообщает, что по адресу Студенческий переулок 2 состоялось выездное совещание сотрудников администрации и главы района Елены Бондаренко с представителями Департамента городского хозяйства и экологии. Ранее поступали обращения жителей по факту разрушения подпорной стенки и асфальтового покрытия с провалом в грунте. По информации Департамента градостроительства, проект на капитальный ремонт подпорной стены проходит экспертизу. После положительного заключения экспертизы подрядчик приступит к выполнению работ. Также нами было направлено обращение в Департамент транспорта на установку дополнительного ограничительного знака на данном участке. Держим вопрос на контроле. 28 ноября не стало нашего коллеги, ведущего оператора телеканала «Самара ГИС» Василия Колдашова. Церемония прощания с ним состоится завтра, 30 ноября. Она пройдет с 13 до 14 часов по адресу улицы Держинского, 27. Василия не стало на 55-м году жизни. Телеканал «Самара ГИС» выражает глубокие и искренние соболезнования всем, кто его знал и с ним работал. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самара ГИС», на страничках в «Одноклассниках» и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!